Весеннее солнце сияет ярче обычного. Вокруг атмосфера праздника, дружбы и уюта. Сегодня двери каждой азербайджанской семьи открыты для гостей. А все потому, что 21 марта отмечается Навруз Байрам, праздник прихода весны. Его встречают также казахи, узбеки, туркмены, киргизы и другие народы. Название в переводе с персидского означает «новый день», «начало новой жизни». Празднику предшествуют четыре вторника, каждый из которых посвящен пробуждению одной из природных стихий. Первые четыре недели они посвящены четырём стихиям. Это вода, огонь, ветер, земля. Ну, если по-азербайджански, то су-чаршембесы, о-чаршембесы, ель-чаршембесы и турпах-чаршембесы или ахра, как чаршембесы называется, то есть последний вторник. К Наврузу принято готовиться заранее, наводить порядок в доме, а также готовить различные блюда. Считается, если отпраздновать его с большим размахом, осенью будет богатый урожай. В праздник на стол принято ставить много угощений. Это фрукты, орехи, шакербура и пахлава. Проросшие ростки пшеницы, перевязанные красной лентой, являются главным символом Навруза. В конце праздника семени принято пускать по воде. С Наврузом связано много народных традиций и обычаев. Нужно семь раз перепрыгнуть через костёр. Это делается для того, чтобы все невзгоды остались и погорели в этом огне. И надо приговаривать определённые слова. Ну, если переводить на русский дословно, то есть беды тебе, удача мне. Мы никогда не закрываем двери на Навруз, потому что любой человек может зайти и отпраздновать вместе с нами, полакомиться сладостями и нашими вкусными блюдами. Иногда к нам приходят гости, которые приносят с собой яйца, и чтобы мы с ними, так сказать, в схватке решили, кто из нас сильнее, побив эти яйца от друг друга. И тот, кто разбил яйцо сапиром, соперника, тот и выигрывает. На праздник также принято обмениваться подарками и поздравлениями. По традиции Навруз будут отмечать несколько дней. И всё это время гостей встречают как самых дорогих и организуют пышные застолья. Ведь именно с этого дня по солнечному календарю во многих мусульманских странах начинается Новый год. Ксения Баканова, Николай Епифанов, События.